Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мажинку Реплей. Если вы хотите играть вместе со мной, все ссылочки есть в описании под видео, заходите, смотрите, качайте лаунчер и начинайте играть вместе со мной. Но для того, чтобы вам дать хороший старт, не забывайте вводить мой промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете уровень, поэтому берите, вводите, качайте уровень и получайте свои бабки. Этих денег вам хватит, чтобы купить себе машину, квартиру и одежду и просто по кайфу ездить и играть, поэтому обязательно вводите мой промокод. В этом видео я хочу вам показать, как нужно работать дальнобойщиком и раскрыть некоторые секретики, потому что опыт у меня уже большой, у меня сотый скилл дальнобойщика, я рейсы катаю уже больше трех лет, то есть мне есть что вам рассказать. То есть в этом ролике я с вами поделюсь своим неким опытом на дальнобойщиках, расскажу как нужно что делать, что лучше делать там и так далее, поэтому я надеюсь, что вам такой ролик понравится. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, первое, что вам нужно сделать, это устроиться на работу дальнобойщика, она доступна, если я не ошибаюсь, примерно с восьмого, либо седьмого уровня. Что вам нужно сделать, вы приходите, получается, вот сюда, это у нас Арзамас, на минуточку, на базу дальнобойщиков и просто берете и устраиваетесь. Я уже устроился дальнобойщиком, здесь можно, если что, арендовать себе фуру, но я вам это не советую делать, потому что это невыгодно. Потому что вы будете платить очень большую комиссию за то, что вы будете катать на арендованном транспорте. То есть на магнуме это 10%, на газоне это вообще 30%. То есть это абсолютно невыгодно, пацаны. Поэтому я вам не советую вообще арендовывать данные машины, потому что если вас, допустим, крашнет, то вам деньги за аренду никто не вернет. То есть вам придется обратно ехать на базу и арендовывать, допустим, тот же магнум. Магнум это самая лучшая и быстрая машина для дальнобойщиков. Именно вот этот рено магнум. И аренда его стоит 45 тысяч. И представьте сами, то что если вы будете ехать, либо вас крашнет, либо вас кто-то убьет, и вы просто потеряете на ровном месте 45 тысяч. Поэтому арендовать автомобили на базе дальнобойщиков я вам не советую. Лучше всего, пацаны, это устроиться работать в компанию. Как, пацаны, устроиться в компанию? Все легко и просто. Вот так вот просто берете, там пишите. Только указывайте свой номер телефона, пацаны, не мой. Просто берете, пишите в чат дальнобойщиков такое сообщение и ждете, пока вам кто-то позвонит. Потому что достаточно много компаний, как бы. И в любом случае, я думаю, вы найдете себе место. Лучше всего, пацаны, устроитесь в компанию. Потому что там, бывает, процент один стоит, и для вас это будет очень выгодно катать и работать. Поэтому всем рекомендую именно вступать в транспортную компанию. Как вообще выглядит транспортная компания? Давайте я вам покажу, и как вообще в ней работать. Потому что многие, когда устраиваются в компанию, не знают, что делать. У нас на 01 сервере самая лучшая компания это Foreto Company. Я в ней являюсь заместителем, пацаны. Поэтому, если вдруг кого-то нужно принять, то можете обращаться ко мне. Если будет место, я вас приму, пацаны. Но говорю сразу, у нас очень плотно в компании. То есть, реально здесь все хотят работать, потому что здесь сейчас стоит процент один. Как бы у нас много личик. То есть, личных магнумов работает. И мы постоянно забираем награды. То есть, сейчас места, в принципе, нет. Вот, 45 человек, пацаны. Вот, Карлос, получается, это основатель данной компании. Я являюсь в ней заместителем. И комиссия у нас стоит 1%. И 1% будет стоять доль конца месяца. А может быть и больше. Поэтому, если вы вдруг хотите в компанию. И вы будете работать плотно, именно там, по 5 часов, хотя бы, минимум. Потому что мы, именно, забираем все это награды. То есть, это наша цель. И поэтому, нужно именно плотно работать. Также, возле компании есть, получается, бензин. Есть топливо. То есть, вы спокойно можете заправить свою фуру. Норма, по сути, 50 литров. Но ночью вы можете заливать полный бак. Я думаю, Алды, кто давно меня смотрит, помните, что когда-то эта компания была именно моя. Вот, именно, вот эта компания. Когда-то была моя, потом я ее продал. И купил себе бизнес. Но, в принципе, не суть. Короче, что вы делаете? Вы заходите вот сюда в гараж. Пишите команду слэш-с меню. Потом, выбираете второй пункт автопарк. И здесь уже выбираете машину по своему вкусу. Но, как я и говорил, пацаны. Самая лучшая машина для дальнобойщиков. Это тягач Рено Магнум. Именно вот этот. Да, кстати, пацаны. Если вы не знаете, как дайте компанию. То есть, ну, пишите просто слэш-дпс. Компании, получается. И вот здесь, в принципе, все компании, которые существуют. Наша компания во вторая. Форета Компани. Поэтому, если что, обращайтесь. Как бы. Тупливо компания. И вот здесь вы можете заправить. Вот, допустим. Я вот заправлю 150 литров просто. И у нас фура берет. Просто заправляется, пацаны. То есть, ну. У нас склад 10 тысяч литров. То есть, бензина реально хватит для всех. Ну, что ж, пацаны. Вот я заправил фуру. Что нужно делать дальше. Дальше мы пишем слэш-дально, получается. Вот такую вот команду. И здесь мы можем смотреть рейтинг, получается. Вот. Допустим, наша компания. Форета Компани, как бы. За сегодня уже сделала 600 перевозок. То есть, здесь вы можете смотреть рейтинг. Но вам нужно список контрактов. И здесь, получается, есть места, где вы можете брать рейсы. Рейс вы можете брать только по своему скиллу. Допустим, у вас первый скил. Первый скил вы только можете брать. Понимаете? Вот, у меня самая ближайшая точка ко мне, это лесорубы. Допустим, смотрим лесорубы. У нас здесь есть рейс, получается, лесорубы Arzamas. Мы нажимаем начать. И если вы вдруг не знаете, куда нужно ехать. Вам, в принципе, покажет GPS. То есть, в этом ничего сложного, пацаны, нет. Все легко и просто. Понимаете? Допустим, вы не знаете, куда ехать. Вот, допустим, вы нашли рейс, там, первого скилла. И вы не знаете, куда ехать. Просто нажимаете начать. Вам уже навигатор покажет, куда ехать, в принципе. В этом реально ничего сложного нет. то есть я специально решил записать такое видео потому что многие когда приходит на проектом 1 хрп не знает как здесь работать поэтому я надеюсь что вам этот ролик реально понравится вот допустим вы приехали на лесорубы пишите обратно команду саждано список контрактов лесорубы мы на здесь находимся и выбираете допустим к так вот разомас один у вас появляется прицеп вы вы просто берете цепляете ну и принципе эти вам навигатор как бы тоже покажет дорогу конечно навигатор не особо так нормально работает бывает он там навстречку показывает ехать но в целом если вам что-нибудь непонятно просто нажимаете m кнопку и у вас открывается эта карта и вы здесь в принципе можете ориентироваться и видеть куда вам нужно в принципе ехать есть еще личные магнумы но об этом я вам сейчас в принципе тоже расскажу ну а теперь давайте поговорим про личные магнумы потому что это самое интересное да пацаны вы можете себе купить личный тягач и работы дальнобойщиком я считаю то что это очень круто потому что именно из-за этого когда вышло данное обновление еще давным давно я начал катать рейсы потому что добавили возможность работать на личной фуре как бы этот магнум очень такой заряженный потому что здесь пацаны стоит третий чип нитро то есть ну это реально очень хороший магнум но есть пацаны и обычно магнумы просто с обычным тюнингом которые стоят от 15 до 17 миллионов на данный момент это именно магнум обычные с воской также 15 миллионов а если покупать магнум с нитро и с первым чипом то он будет стоить примерно 20 миллионов но пацаны я вам скажу так то что работать именно на лично магнуме это в миллиард раз лучше чем работать на магнуме тк потому что магнум тк у нее там 130 по моему что-то типа того а даже обычный магнум самый дешевый едет 160 километров а если он еще и с нитро либо с этим чипом это пацаны просто имба и вы сможете заработать реально очень быстро и много денег если у вас конечно хороший скилл как я и говорил пацаны у меня получается сотый скилл дальнобойщика вот вы можете это сами посмотреть вот дальнобойщик максимум сотый скилл дальнобойщика пацаны и в час я делаю 500 700 тысяч самое главное это я думаю вы хотите узнать как быстро вообще прокачать скилл дальнобойщик я вам сейчас расскажу возможно кто-то об этом уже знал но как бы я расскажу просто для новичков для тех кто в принципе не знает для тех кто в принципе еще не работал дальнобойщиком лучше всего пацаны быстро прокачать скилл это во первых работать ночью когда очень мало людей либо рано-рано утром и второе это получается брать короткие рейсы что такое пацаны короткие рейсы я вам сейчас в принципе расскажу и покажу допустим пишем слэш дально получается лучше всего контракта брать в арзамасе есть у вас маленький скилл потому что много точек в арзамасе вот смотрите арзамас 1 арзамас 2 арзамас 3 шахта недалеко есть потом база дальнобойщиков этого 2 тоже там недалеко то есть лучше всего пацаны контракты брать если вы только начинаете работать лучше всего контракты брать именно получается в городе арзамас потому что там их реально много и у вас будет выбор у вас реально будет хороший выбор чтобы просто не стоять не тупить просто взять рейсы поехать работать вот допустим короткие рейсы Арзамас 1 порт это короткий рейс Потому что очень маленькое расстояние Допустим Арзамас 2 давайте посмотрим Вот тоже Арзамас 2 Батырева Тоже короткое расстояние Есть также длинные рейсы Например давайте я вам покажу Южный Эдова пацаны 7000 метров Такие рейсы брать я вам не советую Вообще абсолютно Потому что вы будете очень очень долго ехать То есть я думаю по расстоянию вы в принципе будете ориентироваться Где короткий рейс а где длинный Лучше всего пацаны брать короткие рейсы Потому что допустим пока вы будете вести вот этот рейс За эти 10 минут вы сможете сделать 3-4 рейса И быстрее прокачать свой скилл Поэтому пацаны и катайте короткие рейсы И с помощью этого вы сможете Быстро реально прокачать свой скилл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я вам в принципе постарался показать, как это катать короткие рейсы. Конечно, не всегда не появляются и не всегда не попадаются, но примерно, я думаю, вы все поняли. Мой вам очень хороший совет, это реально пойти в компанию и работать там, потому что есть награды, за которые все компании борются. То есть, если вы будете как бы с пацанами сидеть там, допустим, в Дискорде, общаться, то для вас будет время быстро лететь, вы не будете уставать от работы и у вас будет очень огромный стимул катать и тем самым будете быстро качать свой скилл дальнобойщика. Поэтому, пацаны, прислушайтесь реально ко мне, вот просто пойдите в какую-то компанию, поедите с пацанами в Дискорде, которые там работают, либо там лидер, либо заместитель, либо просто пацаны, которые катают. С ними сидите в Дискорде, как бы работайте, катайте рейсы. Вроде бы все, что я вам хотел рассказать, я вам рассказал, я не знаю, вам понравилось это видео или нет, но я вам сегодня в этом ролике показал, как правильно работать дальнобойщиком, немножко вам подсказал, как и что нужно делать и надеюсь, вы теперь полюбите эту работу, что работа реально самая пиздатая, я считаю. Конечно, не самая прибыльная, самая прибыльная работа это рыбалка, но там как бы скучно, сидишь там вместе, постоянно неинтересно, а вот дальнобойщик это реально очень классная атмосферная работа, на которой ты реально себя чувствуешь по кайфу, просто играет музыка, ты едешь, особенно ночью, пацаны, это реально по кайфу. Поэтому всем советую попробовать работать дальнобойщиком, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылочки есть в описании под видео, всем пока-пока.